Сегодня я хочу с вами обсудить, возможно, новый для вас бренд, который называется Nabla Cosmetics. Это итальянская косметика, производство они тоже преимущественно держат в Италии. Всю эту косметику я уже успела опробовать, это будут не первые впечатления. И преимущественно у меня здесь все для лица, то есть это пудра, консилер, спонж, также у меня есть жидкая матовая помада. В общем-то есть у нас с вами что сегодня обсудить, тем более что некоторые продукты очень сильно мне напоминают более дорогие аналоги, но об этом я обязательно расскажу уже в части обзора. Но перед тем как мы с вами приступим, я хочу сообщить, что у сегодняшнего видео есть спонсор. И вот эта часть видео выполнена на коммерческой основе. Я хочу порекомендовать вам YouTube канал, который посвящен дизайну ногтей, маникюру и уходу за ногтями. На канале вы найдете множество мастер-классов по дизайну ногтей и маникюру, а также на канале регулярно выходят видео с обзорами на какие-то актуальные новинки в нейл-индустрии. Канал только начинает развиваться, но на нем уже можно найти очень много полезной информации, которая касается этой индустрии. Ссылку я на этот канал вам оставлю в описании. Обязательно зайдите, посмотрите несколько видео, и если они вам понравятся, то конечно же подписывайтесь. Ну а теперь приступим к разбору набла. Консилер называется Close-Up Concealer. У меня это оттенок Ivory. Упаковка, конечно, очень красивая и уникальная. Я вот такой вот упаковки вообще в принципе раньше не видела. Мне очень нравится вообще вся концепция этого бренда. Что касается таких вот базовых фактов, здесь 4 мл продукта, 12 месяцев с момента начала использования, срок годности. Сделан этот консилер в Италии, и сам, собственно, тюбик консилера выглядит вот так вот. Мне, когда я впервые только увидела этот тюбик, мне он сразу напомнил, можно сказать, прямого конкурента этого консилера, и это, на мой взгляд, Tarte Shape Tape. Вот если даже на них посмотреть, вот так вот рядом, мне кажется, у них дизайн очень похож между собой, и мне кажется, что набло все-таки пытались создать какой-то, возможно, аналог этому консилеру. Этот консилер тоже, так же, как и Tarte Shape Tape, достаточно плотный, хорошо перекрывающий, матовый, и вот как раз-таки мне кажется, что этот консилер больше всего понравится тем, кто уже пробовал Tarte Shape Tape, или, например, тот же Catrice Camouflage, и кому нравится такое покрытие, кому нужно тоже такое покрытие, и кому нравится вообще в целом этот эффект от тех консилеров, которые я перечислила. Потому что для меня лично Tarte Shape Tape, это хороший, да, консилер, но в то же время не является моим фаворитом именно для обычной жизни, потому что для меня это достаточно тяжелый консилер. Он, конечно, все безупречно перекрывает, но у меня он заваливается в морщины, и, в принципе, если это еще не настолько серьезная проблема, потому что его можно закрепить, и выглядит он более-менее неплохо, но у меня он вызывает очень сильную сухость под глазами, особенно если я не просто там по праздникам им пользуюсь, а когда я вот на регулярной основе вот каждый день начинаю пользоваться, то я сразу замечаю, как у меня зона под глазами все суше, суше и суше, поэтому имейте это в виду. NABLA консилер действительно неплохой, то есть я могу их вполне поставить вот так вот практически на одну линию, и я вам хочу показать тоже, я снимала в макро нанесение NABLA и снимала в макро нанесение Tarte Shape Tape. Поначалу, когда смотришь только на самые-самые первые результаты, то NABLA выглядит немножко хуже, немножко суше и немножко более заметно, наверное, под глазами выглядит этот консилер, но в то же время, когда проходит определенное время, я не знаю, может быть час, даже полчаса, то результат очень сильно выравнивается. Tarte все-таки выглядит немножко лучше, на мой взгляд. Единственное, если рассматривать политику образования цены, то NABLA, вот если просто взять и купить консилер, то NABLA стоит дешевле, но в то же время у NABLA вы получаете 4 мл объем, а у Tarte Shape Tape это 10 мл, то есть получается, что NABLA еще и дороже, если смотреть соотношение объема, который вы получаете за свои деньги. Преимущество NABLA еще и в том, что у него срок годности 12 месяцев, тогда, когда у Tarte Shape Tape всего 6, то есть возможно этот объем вы просто даже не успеете до конца израсходовать, но тут смотрите сами, насколько часто вы пользуетесь консилером, насколько плотный слой вы используете и так далее. В общем-то это все, что касается этого консилера, давайте, наверное, сейчас перейдем к следующему продукту, а это пудра для лица. Упаковка, опять-таки, просто фантастическая, красиво это все выглядит. Пудра тоже сделана в Италии, 18 месяцев у нее срок годности после начала использования. Объем здесь очень большой, здесь 30 грамм продукта, это очень много действительно. По своему объему ее можно сравнить с известнейшей пудрой от L'Ore Mercier, но по своим свойствам, наверное, все-таки нет, в первую очередь, потому что состав разный, пудры, которые достаточно популярны сейчас на YouTube и вообще в целом в мире косметики, они в основном все сделаны на основе тальков. Здесь же состав немножко другой, на первом месте здесь в составе алюминиевый крахмал актинилсукцинат, и он используется для того, чтобы сделать текстуру еще более матовой, то есть обычно этот ингредиент используется как раз-таки в продуктах, которые по своим свойствам должны создавать очень сильный матирующий эффект. На втором месте в составе здесь идет тот же тальк, и дальше уже следует основной список ингредиентов, но в принципе уже вот просто посмотрев на состав, я поняла, что эта пудра должна очень сильно матировать и должна быть опять-таки достаточно стойкой. И в принципе эта пудра как раз-таки полностью оправдала мои ожидания, потому что она таковой и оказалась. Очень приятный помол у этой пудры, она очень мелкодисперсная, и она действительно красиво ложится и на все лицо, и в зону под глазами. Я сегодня использовала эту пудру как раз-таки и в зоне под глазами, и также вот на вот этом участке лба, и мне понравилось, как это все в целом выглядит, и вы знаете, вот когда я нанесла только консилер под глаза от Nabla, то у меня этот консилер прям вот так вот некрасиво скатался в морщинки, и морщинки своего рода как даже подчеркнулись, можно так сказать, но когда я закрепила уже этот консилер этой пудрой, то все сгладилось, и все стало выглядеть гораздо более красиво, чем было до этого. Поэтому пудра мне очень понравилась, действительно она заслуживает внимания. Мало того, что пудра просто красиво сама по себе выглядит, я имею в виду в плане упаковки, так здесь еще и очень удачный сифтер. Достаточно сложно вытрусить пудру из упаковки, и я считаю, что в этом случае это даже плюс, потому что когда эти дырочки слишком большие, пудра начинает рассыпаться везде, и вы вот только берете ее в руки, начинаете раскручивать крышку, открывать, и уже все сразу рассыпается и на штаны, и на стол, и куда угодно. Здесь же я достаточно много раз уже ей пользовалась, и как видите, ни в крышечке у меня особо ничего нет, ни здесь практически ничего нет. Еще один очень-очень достойный продукт, это вот этот вот спонж. Стоимость у этого спонжа не такая прям сумасшедшая, он стоит немножко дороже, чем Real Techniques, то есть если рассматривать его прямого конкурента, то скорее всего это будет спонж от Real Techniques, нежели от Beauty Blender. Что касается этого спонжа, он безумно мягкий, вот прям действительно мне он очень понравился, сейчас он в мокром состоянии, я вам покажу, как он выглядит в сухом состоянии, и насколько он увеличивается, когда он в мокром состоянии, когда он влажный, он становится, конечно, намного более пушистым и мягеньким, очень мне понравился этот спонж, и он, возможно, немножко лучше, чем Real Techniques, но опять-таки здесь вы платите и немножко больше денег за него. Несколько фактов еще об этом спонже, он без содержания латекса, cruelty-free и веганский, но сделан он уже не в Италии, а в Китае. В заключение по этому спонжу могу сказать, что если вас полностью устраивает, например, такой спонж, как Real Techniques, то вам, в принципе, не за чем платить немножко больше, но если вы заплатите немножко больше, вы получите немножко более мягкий спонж, немножко более приятный. И последний продукт, о котором я сегодня хочу поговорить, это их жидкая помада. Я хотела взять какой-то нюдовый оттенок, и вот опять-таки в интернете вот эта помада мне показалась достаточно нюдовой, но она сейчас на мне, и если ее и можно отнести, в принципе, в нюдовую категорию, но это не такая нюдовая, которая, знаете, вот совсем уже прям light вариант, это скорее оттенок такой пыльной розы, наверное, вариация пыльной розы. Если мы опять с вами пройдемся по фактам, то здесь указано, что это матовая жидкая помада, оттенок, кстати, этот называется Closer, и сделана она в Италии 9 месяцев с момента начала использования у нее срок годности, она также cruelty free и веганская. У меня эта помада из коллекции Dreamy, в этой коллекции есть несколько помад, и также основное место там занимает палетка теней, к сожалению, на Lady Makeup все тени Nabla распроданы, поэтому я не смогла их попробовать, но сейчас пока сосредоточимся на помаде. Nabla в целом это косметика и не масс-маркет, и не люкс, это скорее миддл-маркет, это цены в стиле Гош, цены в стиле Пикси, вот где-то приблизительно на этом уровне находится ценовая политика, и что касается этой помады, мне по ощущениям и по носке, по тому, как это ложится на губы, мне это очень сильно напомнило Colourpop. Ближайший к оттенку Closer в Nabla, я нашла в Colourpop оттенок Take 5, они слегка отличаются, я вам обязательно свочи покажу рядом между собой, чтобы вы посмотрели, но вот именно по своей формуле, по ощущениям на губах, по тому, как это наносится, держится и выглядит, мне эти две формулы очень между собой похожи. Не могу сказать, что эта помада как-то особенно сушит губы, но на губах я ее чувствую, то есть такой вот легкий налет какой-то вилеветовой по ощущениям пленки, все же присутствует на губах, что касается ее стойкости, то опять-таки здесь она отличная, если вы просто пьете кофе-чай, если вы съедите что-то жирное, то конечно это начнет разрушать помаду, в заключение могу сказать, что для меня лично самыми интересными продуктами оказались пудра, а также спонж, вот это действительно классные вещи, которые мне кажется стоят своих денег, как я уже и сказала, вся эта косметика представлена в магазине Lady Makeup, и если вы что-то там будете покупать, то пользуйтесь промокодом BEAUTY, я с этого промокода абсолютно ничего не зарабатываю, это только исключительно скидка для вас, и скидка работает абсолютно на весь ассортимент в магазине, то есть не только на косметику Nabla, лишними деньги никогда не бывают, поэтому почему бы не сэкономить. А у меня на этом все, если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте мне палец вверх, если вы здесь впервые или еще не подписаны на мой канал, конечно же подписывайтесь, это можно сделать нажав на вот эту круглую иконочку вот здесь вот, и также можете посмотреть другие мои видео, которые вам сейчас рекомендует YouTube, если вы их не смотрели, то можете еще со мной не прощаться, а если вы уже их смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней. Субтитры сделал DimaTorzok